Смотрите, что получается. Рост наткнулся, как я уже говорил, на то, что труд исчерпан. Этот ресурс, всё, причём не на 2023 год, а и на последующий. Нету больше свободных рабочих рук. Значит, дальше что будет происходить? Ведь если не остановится кредитование, не снизится резко, то будет переманивание, перекупка сотрудников, что для сотрудников, на первый взгляд, будет хорошо. Но я вам скажу, что будет дальше. А дальше будет не только разрыв в доходах, особенно по сравнению с бюджетниками и с теми, кто в оборонке работает тоже. Но будет ещё одна вещь. Может развернуться инфляционная спираль. А вот эта вещь страшная. Я думаю, что нынешние такие молодые поколения просто не помнят 90-е годы, как работает инфляционная спираль. Это тяжёлая история. Когда зарплата растёт, цены растут. Зарплата растёт, цены растут. И вот это, мне кажется, главная угроза 2024 года. Насколько это реально? Ну, давайте посмотрим. Там же есть другие варианты. Я бы сказал, что Центральный банк хорошо видит эту проблему, с моей точки зрения. Сейчас скажу, почему. У нас тут в сентябре лекцию для наших студентов прошла Ельвира Набиулина, наша выпускница и первая представитель попсистического совета нашего факультета. Очень, надо сказать, классную лекцию прочла, последовательно объясняя многие вещи именно по главным спорным деликатным вопросам. И в частности, очень чётко, на мой взгляд, сказала, почему не боится того, что высокая ставка Центрального банка создаёт запретительное кредитование. Вот это и была логика. А куда вы кредиты денете, если у вас труд закончился? Ресурсов больше нет. Куда? Раскрутить инфляционную спираль? Это гораздо опаснее. Есть ли другие варианты, куда денутся вот эти лишние деньги? Я напоминаю, у нас две причины вот этих трудностей 24-го года. Первая – это исчерпание рынка труда, а вторая – то, что государственные вложения непроизводительны и создают спрос, не создавая предложения на потребительском рынке. То есть вот этот навес растёт. Поэтому есть риск инфляционной спирали, но есть другой вариант. На мой взгляд, менее страшный. Хотя это пузырь на рынке недвижимости. Мы же видим, цены уже пошли. Потому что, а куда вот эти деньги вложить, если рост спрос произошёл, а предложения не расширяются? Ну, давайте квартиры покупать. Вот это пошёл рост. Пошёл рост. А если этот пузырь лопнет, то понятно, сколько семейных трагедий, потому что ипотечная квартира – это массовое теперь явление в России. Поэтому сколько будет социальных напряжений в этом случае. Есть третий вариант. Нужно дать инструменты вложения денег, приватизацию провести каких-то объектов. Ну, готовы ли на это власти? Нет. Ну, знаете, я сказал как. Если, может быть, есть какой-то четвёртый вариант, я в данный момент не вижу. Поэтому, пожалуйста, если вы предпочитаете инфляционную спираль, но Центральный банк явно этого не хочет. Вы хотите пузырь на рынке недвижимости? Похоже, что тоже нет. Ну, что вы ещё можете дать? Золото покупать? Да, в России золото есть, в России золото производящая сторона, но это недостаточная ёмкость рынка для того, чтобы снять вот эту вот растущую проблему смещённого роста. Поэтому я не исключаю, что будет что-то вроде приватизации тех или иных объектов. То есть, если приватизации не будет ни в каком виде, то 24-й год обещает быть очень сложным. Либо инфляционная спираль, либо пузырь на рынке недвижимости. Я хочу напомнить, что я не макроэкономист, я институциональный экономист. То есть, я в основном смотрю, как это влияет на институты, на правила, по которым мы живём, и по которым не живём, на ценности. И, может быть, макроэкономисты скажут, ну, мы знаем, как решить эту проблему. Может быть, они сейчас сидят и обсуждают. Но я вижу, всё-таки, да, правда, я декан экономического факультета и думаю про многие вещи и разговариваю со многими людьми. Я вижу ситуацию так. Мне кажется, что выбор устроен примерно так. Хотя, наверное, кроме приватизации могут быть ещё какие-то инструменты. Но пока их не видно. А если мы говорим про вот этот самый негативный сценарий раскручивания инфляционной спирали, это о каких цифрах инфляции идёт речь? Это может быть двузначное, естественно? Значит, вы знаете, я верю в этом смысле нынешнего команду Центрального банка, тем более, что большинство из них выпускники нашего экономического факультета. Поэтому я думаю, что они инфляционные спирали не допустят. Но не только всё в их руках, мы же понимаем. Ну, как вам сказать? В их руках много. Поэтому, в общем, это инфляция, это главное, а с их точки зрения вообще единственная задача ТПА, да. Банк России. Поэтому, пардон, вот это уже. Им за это отвечать. И я думаю, что они найдут средства торможения инфляции, по крайней мере, до того уровня, чтобы она не завернулась в спираль, вот в такой смерч. Но если мы говорим про 2024 год, не могу не сказать ещё про то, что в следующем году в бюджет заложены рекордные военные расходы. 11 триллионов рублей без малого. Значит ли это, что уже начался переход к мобилизационной экономике? Или ещё нет? Или мы стоим на развилке? Я бы сказал, что мы по-прежнему стоим на развилке. Давайте поймём, что такое переход к мобилизационной экономике. Точнее говоря, что такое мобилизационная экономика. Понятно, что у любой экономики есть какая-то доля военных расходов, или, говоря по-русски, гособоронзаказа. То есть наличие какого-то сектора, финансируемого государством, как армия и вооружение для армии, это нормально. Вопрос разумеет. Но процентов ВВП – это много. Подождите, подождите. Теперь рассуждаем дальше. Конечно, условия военного конфликта – это расширяется. До этого минимум вдвое расширяется. Значит ли это, что сектор растёт? Конечно. Значит ли это, что наша экономика стала мобилизационной? Нет. Сейчас скажу почему. Потому что мобилизационная экономика – это экономика, которая работает по приказам. Это экономика, где решения о распределении ресурсов принимаются не на рынках путём совершения сделок, а органами, уполномоченными НАТО. Есть ли у нас такие органы? Есть. То есть вот эти точки созданные, они доминируют над всей экономикой? Нет. Нет. Пока размер российской экономики, валового продукта, позволяет существовать в параллели. Пушкам и маслом. Пока да. Да. Но такая развилка есть. Либо мобилизационная экономика, либо рыночная. Она была и в прошлом году, и в этом. И мы её прошли в 22-м пользу рыночной. Да, да. Что будет в 24-м? И где вот эта грань, когда можно свалиться в мобилизационную? Какие будут сигналы для этого? Что должно произойти? Для того, чтобы перейти от экономики, которая работает по соглашениям, по ценовым сделкам, к экономике, которая работает по приказу, нужно... Вы не прослушайте. Вот когда появятся приказы предприятиям переходить в государственную собственность, переходить под временное государственное управление и так далее. Это будет заметно. Потому что... Но сейчас же тоже есть, извините, пожалуйста, такие звоночки точечные. Конечно. Потому что вот этот сектор в условиях военного конфликта, он, конечно, растёт. Нельзя же утверждать, что у нас всё так, как в 2011 году. Нет, конечно. Кстати говоря, с 2012 года начался рост, пошла государственная программа перевооружения и так далее. Но прямо, скажем, во времена военные рост, конечно, другой. Но он пока не перешёл вот в это качество, когда во главе экономики стоят центры, которые приказывают экономике двигаться в ту или другую сторону. И, честно, я вам скажу, что, по крайней мере, в 2024 году я не вижу, что такое произойдёт. То есть всё может быть, но вероятность этого, на мой взгляд, не очень высока. Путин, комментируя рост оборонных расходов, сказал, что пушки за счёт масла производить не будем. То есть и социалка, и оборонка. А выдержит ли бюджет? Вы знаете, чего, на мой взгляд, бюджет не выдержит? У бюджета три задачи, каждая из которых первоочередная. Это социалка, это оборонка, и это строительство инфраструктуры для поворота на восток. Поворот на восток, это же не птичка в воздухе развернулась. Это огромные вложения в строительство газопроводов, хабов, железных дорог и так далее, и так далее. А, честно скажем, российский частный бизнес участвует в таких вещах только если основные деньги в государстве. Тогда ладно. Сам он на себя эту ношу не принимает. Вот то, что бюджету очень трудно будет выдержать все три задачи вместе, это да. Потому что Боливар не выдержит троих в данном случае. Я сейчас объясню. Дело в том, что почему он выдержит двоих, хотя по Генри он и двоих не должен выдерживать. А у нас в нынешней модели такого, того, что я геополитическим социальным контрактом называю, такой размен, который предложен значительной части населения, что вот ваш статус, ваша принадлежность к супердержаве, который решает судьбу мира, в обмен на лояльность, на то, что у вас могут падать доходы. Но дело в том, что пока нашли формулу совмещения поддержки, оборонки и социалки. Смотрите, в принципе, конечно, социальные цели в тех же промышленных регионах, они достигаются. За счет чего? За счет околовоенных расходов и прямых военных контрактов, и компенсации, и вложения в оборонную промышленность, в оборонную заказы. Здесь социальные цели и цели оборонки, они как бы переплелись. Поэтому эта парочка скорее всего на хребте российского федерального бюджета усидит. А вот вложения в инфраструктуру я не очень понимаю, как будут совершаться при этом. Не будут? Ну, я бы сказал, будет идти так называемый сдвиг вправо. То есть какие-то объекты намеченные будут говорить, ну, в первенадцатом году, а это через два года, а это через четыре года. Но это же вопрос не национальной гордости, а того, как работает экономика, потому что если вы хотите поставлять на восток и на юг, то у вас туда должны ввести соответствующие коммуникации, которые надо строить. Вот это вопрос. Да, вот по поводу будущего и разворота на восток. Есть мнение, что российская экономика может перейти от южнокорейской китайской модели экономической. Что это значит и почему это плохо для российской экономики? Во-первых, я думаю, сюрпризом для многих звучит то, что наша экономика южнокорейская, потому что наверняка люди, я-то с вами соглашаюсь, это и моя точка. Но для многих это станет сюрпризом, потому что, скажут, как это, южнокорейская одна из самых развитых экономик, с хорошим обываловым продуктом на душу населения, с технологическими компаниями, а у нас-то что общего с Южной Кореей, кроме того, что у нас тоже есть технологические компании? Я попробую объяснить. Действительно, развилки, они же разные бывают. Мы с вами пообсуждали развилку между мобилизационной и рыночной экономикой, между различными вариантами стерилизации денежной массы, того, что при смещенном росте происходит, да, а есть еще выбор модели будущего, потому что я думаю, что тут сейчас главная опасность. И здесь, я бы сказал, основная задача отойти от края пропасти. Дело в том, что наша экономика уже лет 20, как напоминает экономику действительно Южной Кореи в том смысле, что в основе экономики большие полугосударственные компании, Южная Корея это чеболи, которым еще поручаются, а вот тут социальные задачи, а вот тут территории поднимайте и так далее, и так далее. Другое дело, что мы в этой южнокорейской модели реально живем, но мы ее не достроили и не использовали, так как Южная Корея, поэтому не имеем такого результата. Сместившись из модели скорее такой континентальной европейской, которая напоминала Германию, Францию, с большей долей государства, но при этом с большим количеством морозных структур, мы сместились скорее южнокорейской модели, а что недостроили, да много чего недостроили, от политических институтов, которые там по-другому работают, до использования культурного фактора, потому что, конечно, там это очень важно, они научились использовать то, что иногда называют восточный фактор, это долгосрочная ориентация, готовность людей работать на будущее, и так далее, и так далее, а мы пока не научились свои культурные факторы использовать, они на нас срабатывают только в виде адаптации населения при сильном и внезапном ударе, как это было в 22-м году, так вот, куда переходить-то, потому что, да, вот у нас ряд выглядит как, я думаю, что это как обычно там у камня Витязь выбирает направо-налево-прямо, с одной стороны, европейская модель, которую мы вроде покинули, но все равно хочется, и я хочу сказать, что это нормально, потому что, слушайте, ну, конечно, мы Европа, но нельзя же одновременно праздновать 350-летие Петра Первого, 300-летие империи, делать это все в Санкт-Петербурге, городе, который прибил как гвоздь Россию к Европе, Европу к России, и говорить, а кажется, мы и вообще не европейцы, никогда ими не были. Конечно, Петровская Дубинка нас вбила европейскую идентичность, то при дворе Ивана Третьего, собственно, первого русского царя, говорили, придворный язык был татарский, а у Петра голландский, потом немецкий. Но разница-то, простите, конец 15-го века либо начало 18-го, да? Вот, да, культурные сдвиги иногда происходят, но они занимают много поколений, поэтому, конечно, мы европейцы, нас туда тянет, и руководители крупных российских компаний поглядывают на континентальную Европу, англосаксонская модель, мы уже попробовали, она как-то у нас вот не так сработала, а вот, вот, но я бы сказал, что вероятность того, что мы в эту сторону пойдем, она процентов 10, а вот вероятность, что мы пойдем в сторону китайской модели, ну, давайте я как оптимист скажу, что 40%, потому что в России всегда наивысшая вероятность, что сохранится статус-кво, что вот как бы инерция, точнее говоря, не статус-кво, а инерция, ну, уже больше 15 лет в модели похожи на георгийский, или все так и будет, а почему я считаю, что очень плохо уходить в китайскую модель, при том, что, по-моему, значительная часть людей во власти считает, что это хорошо, ну, понятно, что их привлекает, да, Китай показал замечательные экономические результаты, правда, я бы сказал, что это заслуга не нынешнего руководства товарища Си, а это еще прежняя система, созданная Дэн Сяопином, работала, и те самые прибрежные провинции Китая, которые как раз проиграли на 20-м партсъезде и потеряли контроль над развитием. Но бог с ним, с Китаем, меня там, конечно, гораздо больше занимает наша ситуация. Переход к китайской модели означает, с моей точки зрения, переход от авторитарного государства, давайте кошку кошкой назовем, конечно, к тоталитарному, вот очень многие это не различают, я вам скажу, отличие очень простое. Если вы можете со своими детьми поговорить обо всем, то вы живете не в тоталитарном государстве. Если вы можете с друзьями за столом пообсуждать различные вопросы, в том числе политические, то это государство может быть не демократическое и авторитарное, но не тоталитарное, потому что в тоталитарном государство залезает к вам в мозги вашу постель и вашу религию. Советский Союз не был тоталитарным государством? Советский Союз был тоталитарным государством. Вот послушайте, на кухне можно было разговаривать в позднем СССР. А при Сталине вы меня извините, вот тоталитарное государство в сталинский период это было конечно тоталитарное государство. Это один из аргументов, почему я считаю, что слушайте, а зачем нам опять тоталитарное государство? Мы уже испили эту чашу. И, в общем, многие нахлебались, я бы сказал. Так вот, китайская модель – это новая цифровая версия тоталитарного государства 21 века. Она недостроена, но все основные элементы уже ясны. Они сейчас отозвали на ремонт систему социального индекса, рейтинга, социального рейтинга. Но она опробована уже в Шанхае и Пекине. Опробована, когда управляет поведением каждого отдельного человека. И многие во власти хотят туда. Я бы сказал так. Давайте, положа руку на сердце, скажем, что когда ковид начался, очень многие, думаю, члены правительств в самых разных странах, тихо завидовали Китаю. Потому что говорят, хорошо, когда можно цифровой скриннинг, все видно, кто куда пошел, а в случае чего заварили подъезд, и все. Потом, правда, оказалось, что это не очень эффективный метод борьбы с ковидом, потому что потом все равно пришлось все отпустить, и эпидемия свой страшный урожай добрала. Но мечта управлять поведением граждан – это, я бы сказал, недостаток любого правителя. Я боюсь, что много у кого такая тайная мечта. У нас же это становится темой обсуждения как перспективы, как модели. И поэтому я в непрерывных спорах с некоторыми носителями власти объясняю, например, региональным элитам, что вас просто не будет в этой системе. Вы что, не понимаете? Региональные элиты нужны для того, чтобы влиять на поведение публики, на поведение избирателя. А если прямой контроль над поведением, цифровой скрининг, все ясно, известно, сколько человек тратит на вино, как часто он ходит к любовнице, все известно. И все это можно учитывать, стимулируя поведение, лишая его каких-то благ, предлагая ему какие-то блага. Ужасно. С моей точки зрения, тоже. Поэтому, но вы знаете, как экономист, я бы сказал, что то, что это не нравится в смысле вкусово, это не так важно. Это, в конце концов, у кого какие вкусы. А вот мой прогноз экономиста состоит в том, что, во-первых, нет спроса в России на эту тоталитарную модель. Потому что признак очень простой. И мы его, я бы сказал, пощупали в ковидном двадцатом году, сделали полевые исследования с российской венчурной компанией, институтом национального проекта, коллегами по экономическому факультету. Их была инициатива. Персональные данные. Потому что главный вопрос, я бы сказал, современности, чьи персональные данные? Вот в тоталитарном государстве они государственные. Россияне в подавляющем большинстве говорят, это мое, я дам подержать в случае эпидемии, криминальной угрозы, только ты верни, и еще право на забвение обеспечить. Моя эта тень. Не отпущу в окошко твое. А смысл как раз для этого талитарного государства собрать эти все персональные данные. Потому что чем больше данных, тем лучше, так считается, будет развиваться искусственный интеллект. А это вопрос мировой конкуренции. Это вопрос контроля и над своими гражданами, и над чужими. Поэтому первое, что я говорю как экономист против китайской модели, что, слушайте, у вас люди этого не хотят. А это означает, что если вы будете это проталкивать и внедрять, у вас это будет получаться со страшным скрипом и огромными издержками. А второе, вы хотите от этого эффекты получить. Я могу предсказать, какие будут эффекты. Вот если говорить о прогнозе развития Китая, потому что он сейчас в этой модели, то, думаю, в ближайшие 5-7 лет он будет очень успешно двигаться, опережая западных конкурентов. А потом, я вам скажу почему. Потому что инновации появляются из того, что еще экономист Фредерик фон Хайк назвал «tacet knowledge». Знание, которое внутри человека сидит, которое не вытащишь. Короче говоря, инновации из автономного свободного человека появляются. Абсолютно. А если вы это дело зацементировали, то догоняющее развитие у вас получится. И Huawei сделал свои 7 нанометров. Ну, наверное, сделал. Наверное, сделал. Но это догоняющее развитие. А вот, в принципе, новые поколения, боюсь, что будут рождаться, или радуюсь, все-таки от свободных людей, а не от винтиков в тотальной машине. За последние годы мы уже так привыкли к черным лебедям, и ковид, и война. Какой черный лебедь прилетит в 2024-м? Вообще, как мы будем жить в 2024-м году? А чего же мы все время черных лебедей боимся? Потому что белые тоже существуют. Почему мы только черных ждем? Видите ли, правда, то, что мы с 20-го года, с ковида, живем в другой исторической эпохе, которая очень напоминает то, что было 100 лет назад. Эпоху эпидемий, войн, революций. Поэтому может опять какая-то эпидемия прийти. Могут новые войны начаться. Мы видим, что развинтилась мировая система сдержек, противовесов, система безопасности. Но я бы про белки лебедей это тоже не забывал. Потому что, вы знаете, будьте осторожны в желаниях, они имеют тенденцию сбываться. Если мы все время будем подманивать черных лебедей, они нас рано или поздно съедят. Поэтому давайте думать еще о других возможностях, потому что я по-прежнему полагаю, что наше завтра хуже, чем наше послезавтра. Вы оптимист. Да, не отрицаю. У меня для этого есть основания, потому что вокруг меня все-таки растет это послезавтра. Хотя, я вам скажу, для этого, конечно, оно наступит, но каким оно будет, оно зависит от нас. Потому что, вы знаете, вот сейчас мы в этих условиях именно про послезавтра стали переделывать наши учебные программы. И не только потому, что искусственный интеллект. Это сильная переделка. Потому что люди, я бы сказал, должны быть по-другому образованы. Образованы, поскольку правое полушарие, думаю, будет важно, чтобы сотрудничать с искусственным интеллектом. Поэтому, кроме математики, экономики, нужно искусство учить, стихи сочинять и так далее. Но дело не только в этом. Мы стали делать программы, которые заставляют людей шире мыслить и, главное, думать о последствиях того, что они решают и свершают. Про это академик Теркунов, ректор МГИМО, мне сказал, «А, Сан Саныч, вы хотите сделать социально озабоченных и социально озадаченных экономистов». Я говорю, «Да, дорогой академик, отличная формула. Социально озабоченных и социально озадаченных». Потому что, если мы не подумаем о воссоединении страны и нахождении вот такого общего результата развития, я имею в виду страну, разделенную в мечтах о разном будущем, в отношении к конфликту и так далее, и так далее. Вот если мы не найдем этих решений, то у нас и послезавтра будет так себе. А хотелось бы другого. Это была Александра Аузан и я, Мариана Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова